Анастасия Иванова Анастасия Иванова Анастасия Иванова В нем приняли участие ученые из 22 стран мира. Также интерес к симпозиуму проявили студенты и аспиранты Казанского университета, которые, несмотря на то, что не первый год связывают свою жизнь с наукой, так и не получили объяснения на сложнейшие явления физики. Однако для КФУ нерешенных проблем не бывает. И после открытия симпозиума ректор КФУ Ильшат Гафоров обсудил с учеными вопросы сотрудничества в области фундаментальной физики. К слову, благодаря сотрудничеству с Объединенным Институтом Ядерных Исследований, ведущим ВУЗом России удалось открыть кафедру ядерных исследований и ядерной медицины. Вот и в Казанский федеральный представители данного института приехали с важной миссией. Магистры двухлетнего обучения год они слушают лекции, то есть они поступают на нашу базовую кафедру. Год первый они проходят обучение у себя, потому что есть ряд, набор обязательных предметов для получения диплома. И наши преподаватели либо дистанционно, либо приезжают, скажем, на неделю на две и читают просто курсы. А второй год они живут просто в Думе, они приезжают и у нас порядка, наверное, 300 дисциплин. Не случайно одним из организаторов и базой проведения симпозиума стал Казанский федеральный университет, внесший большой вклад в общероссийские научные исследования. Сотрудничество КФУ со столь важным научным центром в области ядерной физики обещает открыть все двери. Совсем скоро студенты смогут раскрыть для себя не только неизведанные тайны физики, но и с уверенностью использовать их в медицине, экологии, информационных технологиях и во многих других областях науки. Аделя Мухаммедшина, Руслан Урозаев, Универньюз. КФУ налаживает сотрудничество с самой закрытой страной мира, ведь для образования и науки преград не существует. Подробности визита посла КНДР смотри в сюжете Ксюши Цзэн. Чрезвычайный полномочный посол КНДР в Российской Федерации товарищ Ким Хэн Чжун посетил Институт фундаментальной медицины и биологии с целью развития сотрудничества между Россией и Северной Кореей в сферах образования и науки. Цель приезда чрезвычайного полномочного посла НДР, ознакомительная, посмотреть потенциал Казанского университета, посмотреть возможные направления сотрудничества. Мы рассказали об университете, какие у нас есть институты, чем они занимаются, какие есть возможности для научных исследований совместных, образовательных программ. Ну и в качестве примера показали Институт фундаментальной медицины и биологии, симуляционный центр. Господин посол очень был впечатлен. В ходе экскурсии было продемонстрировано техническое оснащение, обеспечивающее превосходную подготовку будущих врачей. Симуляционный центр впечатлил высокопоставленного гостя. Здесь представлены макеты человеческого тела, максимально приближенные к реальности, а также множество симуляторов хирургических операций. В планах создание еще более высокоточных макетов и программ, учитывающих даже индивидуальные анатомические особенности. Посол отметил, что сотрудничество в образовательной и научно-исследовательской сферах будет взаимовыгодным. Следующим шагом станет внедрение программ студенческого обмина. Ксюша Цзен, Ленардо Валерьяров, Универньюз. Что интересного рассказывает нам всемирная паутина сегодня, давайте узнаем в нашей традиционной рубрике веб-ньюз. Казанский Кремль и главное здание Казанского Федерального Университета будут представлять столицу Татарстана в финальном туре голосования на сайте твояроссия.рф по выбору новых символов для купюр. Казань вошла в шорт-лист городов, которые могут попасть на новые банкноты Центробанка. Проголосуй за Казанский Федеральный, не пропусти. Татарстан – единственный регион по Волжии, где работают сразу три вуза федерального уровня. Это Казанский Федеральный Университет, КНИТУ КХТИ и КНИТУ КАИ, признаны хранителями лучших традиций и двигателями образовательного процесса. Студентка Института психологии и образования КФУ Алена Иванова изучила использование социальных сетей как самопрезентацию в социуме. Также исследовательница утверждает, что способы воздействия через Инстаграм часто используются в период проблемных взаимоотношений. Самой красивой татарочке мира подарили автомобиль от Рустама Миниханова. Победу в конкурсе завоевала 18-летняя девушка из Башкортостана Эдельвейс Ихсанова. В Татарстане опасна каждая четвертая публичная Wi-Fi-сеть. Угроза исходит из возможности перехвата злоумышленниками личных данных и паролей пользователей. 5 сентября в пирамиде пройдет Казанский международный фестиваль мусульманского кино. В программу форума отбираются фильмы, несущие идеи миротворчества, веротерпимости и толерантности. Для учащихся школ Татарстана стартует занятие по финансовой грамотности. Основная цель проекта — содействие формированию у населения разумного отношения к личным финансам и навыков управления личным бюджетом. Жители Казани все чаще замечают аспиратус — это самые страшные облака, известные науке. Обычно после появления подобного типа облаков можно ожидать грозовой дождь, подобный тропическим ливню. В Казани открыли памятник, посвященный писателю Василию Аксенову. Арт-объект представляет собой вешалку, на которой висят шляпа, пальто и зонтик. А рядом стул, на котором в ожидании хозяина сидит собака. Казань уже в пятый раз принял у себя международный фестиваль еврейской музыки. На улицах города звучали не только традиционные мелодии народа Израиля, но и современные композиции в самых разных жанрах. Завершился фестиваль красочным галоконцертом в Униксе, на котором побывала и наш корреспондент Диана Вакян. Еврейская музыка Еврейская музыка – это не только всем известные 740 и Хава Нагила. Создатели международного фестиваля еврейской музыки в Казани уже пятый год подряд развенчивают этот миф и развегают узкие границы жанра. На галоконцерте в Униксе можно было услышать рок, фолк, поп-музыку, джаз и все это с еврейским колоритом. Еврейская музыка – это музыка для души. Так считает Алина Дзесса, участница коллектива из Караганды Ахава, что, кстати, переводится с «Эврита» как «Любовь». Очень давно ее слушаю, очень ее люблю, потому что, мне кажется, у каждого человека что-то внутри содрогается, когда они слушают эту музыку. Публика была очень принимающая, очень добрая, поэтому мы были очень приятно удивлены. С каждым разом география участников фестиваля только расширяется. В этом году в Казань приехали около 50 коллективов из Израиля, Украины, Казахстана, Белоруссии и нескольких российских городов. В общем, зрители смогли в полной мере оценить, чем живет современный еврейский музыкальный мир. В этом году было 7 фестивальных концертов. Мы провели за 3 дня. Все залы были переполнены. Люди в восторге. Мы получаем звонки в сетях. Я считаю, что очень здорово. Фестиваль в одном случае удался. Масштабное мероприятие в Казани – первый случай, когда в Мусульманской Республике проходит фестиваль еврейской музыки. И на самом концерте также выступали татарские коллективы. Это объясняет главную задачу фестиваля – несмотря ни на что, объединять людей с помощью музыки. Поэтому это не последний раз, когда Казань говорит фестивалю «Шалом». Диана Авакян, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюс. На этом у меня все. До скорых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!